Учите английский! Просто возьмите и выучите английский! Просто сейчас, прямо сейчас, учите английский! Всем привет, с вами Юля и сегодня мы разбираем 5 причин, почему именно сейчас нужно взять и начать учить английский уже наконец-то. Вообще, в интернете сейчас очень много причин и объяснений, почему нужно учить английский язык, однако все они очень не структурированы и вообще не представляют собой никакую мотивационную ценность. Итак, поехали! Причина номер один. Распространенность. Сначала идет очень интересный факт о том, что английский язык это второй по распространенности язык на планете. Какой же самый первый по распространенности? Вообще, это очень легко вычислить и самый распространенный язык на планете это мандаринский, то есть разновидность китайского. Вообще, это объясняется очень легко, потому что в Китае живет более 1 миллиарда людей и это как бы одна седьмая жителей нашей планеты, поэтому этот язык самый распространенный. Но каждый пятый человек на нашей земле говорит на английском языке или хотя бы немножко его понимает. То есть, представьте, вы собираетесь с друзьями, вас пять человек и хотя бы один из вас понимает или разговаривает на английском языке. Другой интересный факт. Английский язык является официальным языком для 50 стран мира. Вообще, на нашей планете сейчас около 200 государств и представьте, то есть одна четвертая всех государств, то есть каждая четвертая страна имеет английский язык как свой официальный. Если обратиться к цифрам с другой стороны, то получится, что английский язык является родным для 400 миллионов человек. Поэтому, чисто с технической точки зрения, английский язык увеличит ваш круг общения. Представьте, сколько всего интересного можно узнать от других людей. Их опыт и их истории будут вам интересны точно так же, как ваши истории будут интересны им, поэтому общайтесь, мои друзья. Причина номер два. Английский язык это язык социальных институтов. Ну, Юля, чё так сложно? Чё такое социальные институты? Что такое социальные институты, я узнала из учебника по обществознанию из шестого класса. Но если вы забыли, я могу повторить. Социальные институты это лишь форма организации жизни людей. И ниже я приведу примеры, поэтому вы легко разберетесь. Английский язык это язык науки, авиации, дипломатии. Английский язык это доминирующий язык бизнеса, поэтому если ваша компания выходит на международный рынок, то знание английского языка для вас и ваших сотрудников будет практически обязательным. Исследования по всему миру показывают, что международные бизнес-коммуникации проводятся только на английском языке. И многие интернациональные компании ведут свой бизнес по всему миру и ожидают от своих сотрудников достойного знания английского языка. Кроме того, английский язык дает вам доступ к мировым развлечениям. Скорее всего, вы заметили, что многие лучшие мировые фильмы были сняты на английском языке, но это относится не только к фильмам, но и к книгам и музыке. Таким образом, английский язык дает вам доступ к мировым развлечениям, и вы сможете получить еще большее удовольствие при просмотре, прослушивании или прочтении контента на оригинальном языке. Ну разве вам не хочется прочитать Гарри Поттера на языке оригинала или почитать Стивена Кинга на английском? Хотели бы вы прочитать Чарльза Диккенса, Джейн Остин и Артура Конан Дойля на английском языке? Если да, тогда учите английский. Далее, английский язык это язык интернета. Почти 600 миллионов человек ежедневно посещают интернет. Представьте, что весь Люксембург, в котором живет 600 миллионов человек, одновременно полезли в интернет, включая младенцев и стариков. Еще один интересный факт. 50 процентов контента в интернете отображается на английском языке. Задумайтесь, хотелось ли бы вам получить доступ к половине контента в интернете? Конечно же да! Тогда в чем дело? Вы сейчас садитесь и учите английский язык. Что касаемо науки, представьте, что 95 процентов статей, ну 95 это почти все, почти все научные статьи пишутся на английском языке. В продолжении просто необходимо добавить, что ровно половина авторов не владеет английским языком, как своим родным. Представьте, что 50 процентов ученых, ровно половина всех ученых, просто взяла и выучила английский язык, чтобы продолжать свою научную деятельность. Причина номер три. Доступ к образованию и трудоустройству. Технически эту причину можно было отнести к социальным институтам, но это просто необходимо выделить в отдельный пункт. В мире существует тысячи университетов и школ, которые предлагают обучение и обучающие программы на английском языке. Если вы говорите на английском языке, то вы увеличиваете свою возможность найти обучающую программу, которая соответствует именно вашим академическим требованиям. Где вы хотите учиться? Английский язык дает вам доступ к обучению в Кембридже, Еле, Оксфорде, Стэнфорде или в любом престижном или даже непрестижном международном университете. Ведь даже непрестижные университеты могут предлагать именно ту программу обучения, которая вам нужна. Другой интересный и мотивирующий факт состоит в том, что университет Стэнфорда сам опубликовал статистику, в которой показывается, что две трети их студентов происходит из неанглоговорящих стран. То есть представьте, что люди, учащиеся в Стэнфордском университете, большая их часть, они не знали английского языка до поступления в этот университет. Они взяли и выучили язык, подали документы в университет и поступили. Две трети, большая часть студентов Стэнфордского университета. Этот факт просто поражает. Знание английского языка также увеличивает ваши шансы получить работу в международной компании в вашей стране или за рубежом. Прогресс не стоит на месте, и такие международные конгломераты, как Nokia, Samsung, Chrysler, Renault и Microsoft сделали английский язык официальным языком своих компаний. А это значит, что все внутренние коммуникации в этой компании проходят на английском языке. Пункт номер 4. Развитие памяти и мозга. Существуют и биологические предпосылки для изучения английского языка. Например, развитие вашей памяти. Умение говорить на нескольких языках или даже нахождение в процессе изучения иностранного языка помогает защитить ваш мозг при процессе старения. Просто задумайтесь. Существуют исследования, которые показывают, что у людей, которые обладают знаниями иностранного языка, деменция или слабоумие наступает в среднем на 5 лет позже, чем у людей, которые обладают знаниями всего одного языка. Причина номер 5. Английский язык очень легок для изучения. Многие люди считают, что английский язык очень сложный, но это далеко, далеко не так. Конечно, без должного усердия вы не только английский язык не сможете выучить, но и любой другой предмет, правда ведь? Но по сравнению с другими языками, например, с первым самым распространенным языком, то есть китайским, английский очень легкий. Поэтому, скажем так, легкий старт при изучении английского языка вам гарантирован. Итак, в итоге, что мы и получаем? Почему именно английский язык? Английский язык второй по распространенности язык на нашей планете после китайского. Английский язык является языком науки, бизнеса, информатики, интернета, туризма и дипломатии. Именно английский, ни китайский, ни любой другой язык даст вам доступ к трудоустройству и образованию. Добавим все предыдущие факты к тому, что изучение иностранного языка защищает ваш мозг, и к тому факту, что английский язык легок для изучения. Все это вместе дает огромный результат, при том, что вы сейчас начнете изучать английский язык. Давайте, я в вас верю, желаю вам удачи, спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и оставляйте комментарии, если у вас остались какие-либо вопросы. Всем пока! Пока!